МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная ценность соуса – сделать любимое блюдо ещё вкуснее. Майонез от Максима. Провансаль всегда свежий и пикантный. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима. Здравствуйте! Это программа «Отведы». Я её ведущая Татьяна Меньшикова. И здесь мы готовим вкусную еду и встречаемся с интересными людьми. И сегодня у меня в гостях Людмила и её дочери Мила и Мира Куприенко. Их фамилия. Но здесь неполный состав, да? Неполный, да. Ещё две дочки у нас сейчас в саду. Так, Люда, что мы будем сегодня готовить? Мы сегодня готовим филе индейки в горчично-медовом соусе. Запекаем в духовке и овощное рагу. На десерт у нас будут конфеты и сырники. Ну, всё непростое, а правильное, полезное. Правильное, полезное, да, совершенно верно. То есть без сахара и без каких-либо дополнительных жиров. Задание будет у вас замочить чернослив и курагу. Так, помыть. Холодное воду. Берём индейку, ничего страшного, дополнительно не нужно с ней ничего счищать. Мясо диетическое, и чем оно темнее, тем оно лучше. Я напоминаю, что генеральный спонсор программы торговая марка от Максима – это приморский производитель великолепных соусов. Соусы от Максима добавят вкуса в вашу жизнь. У нас сегодня как раз-таки в заправке для индейки участвуют горчица. Горчица от Максим, да. Такая она заборская. Несмотря на то, что, да, у неё ядрёный вкус, мы её, скажем так, смягчим, добавив туда мёд. Класс. И ещё и корочка, наверное, да, получится такая? Корочка получится. И сладости добавят курага и чернослив. Я вообще люблю с мясом использовать сухофрукты, да, вот такие, и делать ягодные соусы. О, ягодные, это очень вкусно. Скажите, ну вы приверженница вообще, в принципе, да, я так понимаю, правильного питания? Да, правильного, полезного, но при этом вкусного. То есть, если это правильно, не обязательно какое-то безвкусное, что есть невозможно без вкуса и без цвета. Девочки, а вы маму поддерживаете или сахара хочется-то порой? Ну, чаще всего. Ну, чаще всего мы хотим что-то вкусное, но надо есть что-то и полезное. Ну, я так понимаю, что мама вам доказывает, что можно горчицу. Кто и другой? Наша горчица, пожалуйста. Да, горчица от Максим, мне она нравится, мы ее часто используем для маринадов, для соусов. Все, добавляем, не боимся. Мед надо, чтобы жидкий был, да? Жидкий, да, либо мы его растапливаем на водяной бане. Ну, сейчас это, скажем так, не проблема. Люда, у вас четверо детей. Да, это правда. Все четверо девчонки. И четыре девочки. Есть стереотипы разные, вы не похожи на многодетную мать. Так получилось, стараюсь изо всех сил быть примером для своих дочерей. То есть я активно занимаюсь спортом для поддержания себя в тонусе. Честно говоря, в 21 веке нужно постараться, чтобы быть не в форме. Я очень рано стою. На сколько вы стоите? Я стою в 6,5 седьмого. А ложитесь? Ложусь до 11. О! Да, и все дети уже в это время спят. Все. Мы утром все проснулись, завтракаем и разъезжаемся по школам, посадим к кому на работу. Все, и возвращаемся домой после 7. Мы замариновали индейку. Значит, все, она у нас готова. Мы будем ее запекать в фольге. Дома мы можем это все оставить на ночь. Она лучше замаринуется. Добавляем сухофрукты. Мы их заранее помыли. Раскладываем. Они дадут такой нам пикантный вкус нашему мясу. А соль, перец? Сразу забегаю вперед. Я этого не использую. Ни соль, ни перец. Нам достаточно здесь горчицы и меда. Потом каждый у себя в тарелке может это, конечно, добавить по вкусу. Я очень люблю специи, но я их люблю в кофе, в чай, в молоко. О, то есть я использую такие пряные чаи, я очень люблю. В приготовлении пищи я их не использую. Так, мы это ставим в духовку. Так, на сколько минут? На 40-50 минут. Отлично. 180 градусов. Давайте. Люда, вы хотели меня чем-то шокировать. Да, я хотела вас шокировать, рассказать, что я несмотря... Про какой-то неожиданный спорт. Для себя открыла такой вид спорта, как китбоксинг. Уже почти год я этим занимаюсь. Ну, конечно, я не готовлю себя на ринг. Так, это всё только для поддержания формы. Это почему-то интуитивно я поняла, что это тот вид спорта, который приведёт меня в форму после последней четвёртой беременности. И я очень много набрала. Моей младшей дочери полтора года. И вот буквально меньше, чем за год я сбросила... Сколько? 15 килограмм. О, ничего себе. Это благодаря китбоксингу. Да. Всем на заметку сейчас. Пока у нас тушится индейка, мы приступим к нашему овощному рагу. Татьяна, вы, значит, будете кабачок резать, дети перцы. Ну, а мне самое простое – баклажан. Ну, как? Вот, овощной рагу. Всё режем кубиками. Кубиками. Ну, я знаю, что у вас девчонки, да, тоже пошли по стопам мамы? Да, Мила, Мила у нас занимается китбоксингом. Я думаю, Мила расскажет. Мила, ну-ка, расскажи, как твои ощущения? Я занимаюсь китбоксингом уже два месяца. И я хорошо уже владею собой. Умею и удраться. Сдерживать эмоции? Умею драться и беречь себя. Если меня кто-то будет бить, я, конечно же, постоянно для себя. Сколько тебе лет? Девять. Девять лет. И у тебя уже вот такие планы. Нет, ну это правильно, мне кажется. В наше, как говорят, неспокойное время. Уметь постоять для себя. Скажите, я бояться однокласснички? Ну, девочки больше всего, но мальчики, не знаю. Я уже пыталась с ними подраться. Оказалось, что у нас силы равные, и из нас никто не победил. Вот так вот. Как вообще у вас завязалось-то вдруг это состязание, соревнование? Ну, потому что он в классе у нас самый приставучий. Он ко всем лезет и хочет подраться. Ну, конечно, я не позволяю бить моих подруг. Конечно же, нет. И я отвечаю за них, как будто мама. Мама дома не использует ни в коем случае приемы. И я еще раз повторюсь, я не готовлю себя на ринг. Это только исключительно для себя, для поддержания физической формы. Ну и, наверное, для стресса, чтобы выход стресса. Да, выход стресса. Энергия, ты отрицательный. Все равно я, как и многие, иногда, конечно, могу переживать. Но я вам уже говорила, дома я не ругаюсь, на работе я не ругаюсь. Всю свою агрессию, какие-то отрицательные эмоции я выплескиваю в зале. Очень часто я выхожу рано утром, у нас есть группа такая, да, инициативная. Мы с друзьями выходим на Тобизино, встречают рассвет. Класс. Да, это на самом деле происходит какое-то, как очищение. Обнуляешься и дальше идешь уже с позитивными эмоциями, мыслями дальше в день. Еще одна присутствующая здесь ваша дочка. Она у вас больше творческая, да? Да, я занимаюсь творчеством. Все, что связано с хендемейдом, это как раз-таки и готовить, и рисовать, и что-то клеить, вырезать. Я прям этим занимаюсь еще, когда очень маленькая была. Но также умею делать... Ты не ложь шить из штор, да, и рисовать на обоих? Нет, нет, нет. И мне, кстати, замечу, ни один из моих детей ни разу не испортил ни одну штуру, ни одну стенку. Ну, также умею делать, рисовать 2D-мультфильмы. Класс. Да, а что больше всего привлекает? Есть какая мечта, желание, цель? А, ну, цель, о, цель, которая у меня как раз-таки, наверное, лет с 4-х, ждет на протяжении 8-9 лет она, мечта, да, так сказать. Ну, вот, когда я вырасту, улететь за границу и, ну, нарисовать в общем-то на мультфильм. Класс. Ну, а кто твой кумир? Кумир? Волт Дисней, Волт Элайт Элайс Дисней. И я так понимаю, что все творчество, все, что делает компания Дисней сейчас, это... Да, Дисней, Пиксар, вот, мои любимые просто. Ира часто готовит десерты, все это, как говорится, с интернета берет рецепты. Все наши овощи. Так. Все вот так одновременно просто кладем. Все одновременно, да. Положили в ковр, добавили чуть-чуть масла. Секунду, вижу, это вкусно. Чуть убавляем огонь. Пока у нас тушатся овощи, мы будем готовить сырники. Сырники у нас уже правильные. Сырники тоже правильные. А то, что жареное, ничего вот. Без масла. На дебрегарной сковороде мы заранее замочили. Мы будем делать сырники с абрикосом. Куракой. Вы придумали недавно что? Знаки для мамочек с детьми, для мамочек с грудными детьми. На парковках, да? Парковка, да. Парковка для мам, которым тяжело в руках нести ребенка, и коляску, и сумки с покупками. Да, вместе с Ксенией Князевой. Она также является многодетной мамой. Мы однажды с ней встретились, и просто в разговоре друг к другу, скажем так, пожаловались на некое неудобство. Вспомнили опыт ближайших наших стран. Таиланда, Вьетнама, Японии, Кореи. Надя, я знаю, тоже есть знаки для семейной парковки. Вот, посмотрели, как это работает у нас в России, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Тверь. Написали письмо в ЕБДД, получили ответ, что это не в нашей компетенции, но они были правы. Депутатам задавали вопросы, только единственное отдел защиты. Соцзащиты, да, сказал, мы вас поддержим. Пока только в Владивостоке, и пока только на территории частных торговых центров. Соответственно, частная парковка, она для всех посетителей платная. Именно эти места, они находятся рядом с местами для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Абсолютно бесплатно мамочки при наличии детей заезжают. Мы мамочки, мы с маленькими детьми, добро пожаловать. До какого возраста? Вот в социальных сетях? Ребенок в коляске. А, ребенок есть и в коляске еще. Да, очень много. Конечно же, обсуждение активное. Я видела эту новость, и, естественно, вылезли все эти диванные эксперты. Да, очень много негатива по этому поводу, но я на это вообще не обращаю никакого внимания, потому что это комментарии однодневка и того меньше. Это люди, которые, ну, хорошо, если они что-то сделали для себя и для своей семьи, как говорится, честь и хвала. Но если вы дальше своего двора не вышли и не сделали что-то для своего двора района города, сидите дома. Многие говорят, что это от безделия. Нет, я занята 24 часа в сутки, и если было бы 30 часов в сутках, я бы и 30 часов была бы занята. То есть это далеко не от безделия, а наоборот от желания помочь и себе, и себе подобным. А папой с детьми? Мы пока говорим о маме. Потому что чаще всего мама есть. Что будет дальше, давайте посмотрим. Ну, папы тоже начали там плакаться, рассказывать, что я одинокий отец. Ну, крепитесь. Держитесь, как Ведвинов сказал, да? Держитесь. Возвращаемся к нашим сырникам. Основной ингредиент, как и всегда, творог. Никуда от этого не деться. Творог. Яйцо. Наши сырники, так как они у нас полезны, я добавляю клетчатку. Как говорится, все на глаз. Как у любой хозяйки, мне кажется. Да, есть такой глазомер. К нашу кураге мы еще добавляем изюм. Сахар мы не используем, поэтому вкусный ингредиент внутри, сладкий. Наслаждаемся сладостью натуральной кураги. Изюма, кураги. Вы устраиваете себе? Чип милый, так называемый. Разгрузочный день. Я это называю разгрузочный день, когда я ем все. Это не тогда, когда я на одном кефире или на одном яблочке. Я вообще такого не понимаю. Я не придерживаюсь никаких диет, никаких строгостей. Честно говоря, я много ем, много и часто. Люда, я не вижу, что... Это правда. Нет, на самом деле так. Я всегда кушаю, я всегда что-то жую. У меня в машине постоянная еда. Так, мы перемешали. Девочки, мама строго у вас или нет? 50 на 50. Когда какой-нибудь там трудный день, а никто, то есть мы с Милой можем спокойно сидеть и играть дома, там, телевизор смотреть с младшими, мама придет. Ну, начинает орать. Мы убрали весь дом, всех детей помыли, все нормально, идеально. Нет, надо покричать. Мама все равно до чего-нибудь доколупается, потому что я люблю... Да, до пылинки, до маленькой салфеточки. Перфекционист. Ну, я бы не сказала, но я скажу, что у меня дети как в армии. А ну, давай так же. Когда вот все строим. Сковорода у нас антипригарная, то есть масло мы не используем на среднем огне. И вы их как бы дотушиваете? Они, да. Так как они у нас толстенькие, мы их не обжариваем, они у нас тушатся. Возвращаемся к нашим овощам. У вас всех дочерей зовут... На М. На М. На Ми. На Ми, даже, Мимимишная семья, как у нас операторского. Так получилось. В этом-то и сама суть. Вместо того, чтобы звать каждого по имени, можно просто говорить первый слог. Четыре раза. Да, иногда я так называю. Ми первая, ми вторая, ми третья, ми четвертая. Ну, они к этому привыкли. Как так получилось. Были такие какие-то словари специальные с именами. Имена для мальчиков, имена для девочек. Я уже тогда для себя решила, что имя будет на букву М. Мира предложила имя Мила. Милада, мы уже третья. Милада, мы уже сами с семейным советом. И четвертую я захотела назвать Мия. Мия. Мне кажется, это как-то так мило. Люда, а пятая будет? Пятая? Ну... И четвертый, пятый, шестой уже не страшно и незаметно уже. Все как по накопу. Меня это, по крайней мере, меня это не пугает. Давайте делать конфеты? Давайте. Значит, сырники наши в сковороде допекаются, тушатся. Вот так. Что у нас там? Овощи. Пора у нас уже пасту добавлять. По овощам. Смотрите. Очень красиво уже. Все потушились, чуть-чуть объем спал. Мы сегодня используем томатный соус. Томатный соус, а не томатная паста. Да. Там уже добавлены некоторые специи, поэтому это служит отличной заменой. Он прекрасно подойдет для овощей, ну, именно для приготовления нашего блюда, нашего гарнира. Томатный соус от Максима – это продукт высокого качества, который изготовлен из натуральных помидоров. Небольшое количество соуса придаст блюду оригинальный вкус, насыщенный цвет и аромат свежих томатов. Накладываем. Есть разные вкусы. У них есть вот кисло-сладкий. Это классический вкус отомат. Классический томатный. Очень хорошая консистенция. Да, он немножечко такой жидковатый. Отличается соус от Максима, да, вот этот томатный, он отличается от томат-пасты. Томат-пасту мы бы разбавляли чуть-чуть водой, бульоном, а здесь нам этого делать не нужно. Вот такая консистенция прям. Перевернули наши сырнички. Приступаем к нашим конфетам. Конфеты, давайте сделаем конфеты. Мы заранее приготовили основу для конфет. Это паста орехово-финиковая. Финики и орех-миндаль мы пропустили через мясорубку. У нас получилась такая паста. Добавили кокосовое масло холодного отжима. Оно и придает и вкус, и позволяет конфетам застывать. Это обязательно нужно будет поставить в морозилку, а после держать в холодильнике. Так, ну давайте мы все, значит, будем здесь сейчас доготавливать, потом сервировать и, конечно же, пробовать. Девочки, дайте, пожалуйста, чуть-чуть формочек. Вот это вот полезные конфеты. Ну вот, про состав теста уже рассказали. Также можно добавить туда банан по вкусу. Берем, ну, небольшой кусочек теста. Делаем из него шарик. Также можно делать квадратики. Квадратики, сердечки. Берем, катаем шарик, ну, и обмакиваем в какао. Также можно... Это захваты посыпки. Можно измельчать орехи и орехи... Ну, и в орехи обмакивать. Орехи, конечно, ага. Косовая стружка тоже. Косовая стружка, осталась посыпка. И ее использовать можно на конфеты. Также можно взять орешек, положить вовнутрь самой конфеты, скрутить шарик и разрезать пополам. Уже после заморозки. Да, уже после заморозки. Будет очень красиво смотреться. К слову, продукты для нашей программы мы покупаем в супермаркетах «Фрэш». Сеть супермаркетов «Фрэш» хорошо знакома приморцам. «Фрэш» есть в каждом районе Владивостока. Нужно только выбрать тот, который ближе к вашему дому. Во всех супермаркетах одинаковые цены. А главное, есть все, что необходимо каждый день, каждой семье. Мы приготовили еду. Да, у нас получилась красота. Вы так скромно. Мы приготовили еду. Да, мы приготовили шедевры просто, мне кажется. Сейчас мы будем это все пробовать. Я предлагаю вам взять тарелочки. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Пять. Вот этих людей за кадром не считаем. А кетчуп можно? Кетчуп можно, конечно. Обязательно от Максима, да? С кетчупом. Так, это острый. Сейчас очень чернослив хорошо пойдет с кетчупом. Прямо любимое блюдо. Такая мягкая индейка получается. Очень вкусно. На самом деле вкусно. Неожиданно. Вы правда не ожидали? Это очень вкусно. Люда, девочки, спасибо большое, что к нам пришли. Невероятно позитивные, прекрасные люди. Вам успехов во всем. Терпения, конечно же, нам всем родителям. Девочки, растите, не подводите родителей. Спасибо, что пригласили. Пожалуйста. Это была программа «Отведы». Я с вами прощаюсь. Увидимся. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова